Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем говорить о Донецком Приднепровском регионе, куда входят два крупных областных центра. Это город Днепр и город Запорожье. Также в него входили город Луганск и город Донецк. Мы подведем итоги прошедшего мая месяца 2022 года. Традиционно поговорим о первичном вторичном рынке в разрезе классификации рынка недвижимости. Ну и, конечно же, в конце я сделаю небольшие выводы, то есть краткосрочные прогнозы до конца 2022 года. Друзья, смотрим подготовленный мной материал, будем разбираться исключительно опираясь на статистические данные, которые нам любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта части Украины. Это Донецко-Приднепровский регион. Напомню вам, что в него входит город Днепр, Запорожье, Донецк, Луганск. Сегодня мы говорим о Днепре и о городе Запорожье. Подводим итоги. Период исследования вверху слайда, вы видите, это апрель-май 2022 год. Давайте я вам расскажу, как пользоваться, так сказать, информацией с этого слайда. Под каждым городом есть легенда карты, где обозначены основные характеристики и показатели, которые, или основные показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости. Вот так правильно будет. Внизу экселевская таблица. Это мы будем подводить, когда итоги, я более подробно уже расскажу. Итак, город Днепр, май месяц 2022 года. Мы видим, что количество предложений на рынке недвижимости города Днепр в май месяце достигло 12 124 объекта жилой недвижимости. Сюда входит как первичный, так и вторичный рынок, что на 20,7% меньше, чем это было в апреле месяце. То есть мы видим, что активность по предложениям снизилась, то есть люди снимают с продажи свои квартиры. Переходим к показателям, которые характеризуют уже непосредственно состояние рынка. Это у нас первый показатель социального жилья, это вторичный рынок. Видим, за месяц исследования незначительный рост, то есть на целых 16 сотых процентов. Дальше мы видим квартиры эконом-комфорт-бизнес-класс, это также вторичный рынок. Здесь уже незначительное снижение минус 0,11%. Ну и если говорить о первичном рынке, здесь мы тоже видим, в общем-то, первичный рынок эконом-класс снижением минус 0,19%. Первичный рынок комфорт-бизнес-класс 2-класс, также снижение за период исследования месяц минус 0,08%. И первичный рынок квартиры элитного класса. Хочу обратить ваше внимание, что элитный класс строится только или квартиры с такими характеристиками. Мы наблюдаем только в городе Днепр. Ну и также в городе Донецке до 2014 года, когда мы делали статистику, там тоже строились с такими характеристиками квартиры. В городе Запорожье и Луганске таких квартир не строилось. Итак, мы видим элитный класс, также снижение минус 0,15%. Город Запорожье. Город Запорожье мы видим, что количество предложений в мае месяце 4677. Это и первичный, и вторичный рынок, что также, друзья, показало нам снижение активности по предложениям, естественно, не по продажам, не путайте эти две дефиниции, минус 28,6%. То есть люди, опять же, повторяюсь, скорее всего, снимают квартиры с продажи или предложения, которые были в интернете, снимают с продажи. Можно догадаться, почему. Параметры, которые характеризуют состояние рынка социального жилья, это вторичный рынок. Видим, ничего не поменялось за период исследования. Здесь практически все по нулям. Теперь вторичный рынок эконом-комфорт бизнес-класс показал незначительное снижение. Эти три класса за период исследования апрель-май минус 0,15%. Первичный рынок квартиры эконом-класса, видим, тоже ничего не произошло за месяц исследования. Ну и первичный рынок квартиры комфорт-бизнес-класс показали нам также снижение минус 0,15%. Итак, друзья, мы с вами говорили о колебаниях. Колебания, напомню вам, это срочный процесс. Колебания, как правило, люди не хотят исследовать колебания. Почему? Это очень затратная процедура. То есть много людей надо нанимать, классных специалистов. Или же, как мы, использовать IT-технологии, то есть с помощью определенных программ, мониторить полностью весь рынок. И, как я назвал свой канал температура, не температура, а погода рынка недвижимости Украины, замерять вот эту самую погоду ежемесячно. То есть это достаточно трудозатратная история. Но из колебаний, друзья, из вот этих фруктуаций, еще так называют, мы видим, как формируется на протяжении длительного периода, минимум 12 месяцев, формируется линия тренда. Поэтому мы, так сказать, с упорством, это я и компания «Лим Консалтинг», продолжаем исследовать и мониторить рынок недвижимости ежемесячно. Я вам, так сказать, даю всю эту информацию в своих видеороликах. Итак, давайте посмотрим, что, или подведем итоги, что произошло всего лишь за месяц исследования по Донецко-Приднепровскому региону. Как считать вот эту экселевскую таблицу? Мы видим период исследования. Апрель-май, город Днепр, город Запорожье. И вот здесь видим это среднее репетическое число по двум, так сказать, городам. Класс социальное жилье, или это самый большой класс, который эксплуатируется на территории Украины, и, соответственно, в городе Днепр и в городе Запорожье. Видим, что 31 мая стоимость города Днепр 625 долларов, это социальное жилье, что показало нам незначительную динамику роста, то есть на целых 16 сотых процентов. А вот город Запорожье, как я уже говорил, видим 518 долларов за квадратный метр. И за месяц исследования не показал нам, в общем-то, никакой динамики изменения стоимости. Но когда мы подводим итоги, видим, что незначительная, но все-таки средняя стоимость квадратного метра по Донецко-Приднепровскому региону, куда входят два города, город Днепр и Запорожье, выросла незначительно на 0,09%. Индекс, вот здесь мы видим индекс стоимости квадратного метра, или точнее индекс, это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости во времени. За месяц этот индекс, видим положительный, единичка 0,01. Итак, друзья, останавливаю просмотр слайда и подведем на традиционно очень быстрые итоги по первичному рынку. Начнем. Первичный рынок, не перестану об этом вам говорить, уж извините, кто не хочет слушать, но первичный рынок пострадал наиболее больше всего. Напомню вам мотивы людей, которые называли себя инвесторами, которые приносили деньги на первичный рынок, инвестировали. Это люди прагматичные, которые здравомыслящие, которые понимали, что гривневые средства, которые у них есть, они обесцениваются со временем. Почему? Потому что мы знаем, как девальюрирует или обесценивается гривна по отношению к доллару на протяжении уже многих-многих лет. У меня отдельно есть ролик, не буду сейчас повторяться. Так вот, вот эти гривневые средства были инвестированы до войны, естественно, в первичный рынок для того, чтобы первое, получить выгоду, естественно, инвестиций другие не бывают. Выгода заключается в следующем, когда квартира сдается в эксплуатацию, во-первых, она уже стоит дороже, и продать ее можно на вторичном рынке не за гривнев, а за доллары. То есть это уже такой достаточно хороший показатель или бонус. При этом существовала еще категория людей, которые инвестировали в первичный рынок для того, чтобы потом квартиры или объекты недвижимости сдавать в аренду, то есть получать пассивный доход. Это тоже достаточно хороший бизнес и приносил хороший доход и прибыль в итоге. Своим, так сказать, хозяевам или инвесторам также были люди, которые приобретали недвижимость для себя, но их было меньше. И вот смотрите, в целом этих людей объединяла одна, одна, так сказать, цель – это выгодно вложить гривневые средства. Что произошло сейчас? Сейчас мы видим, что большинство строек не строится, компании-застройщики не строят. Есть объективные причины, не буду их перечислять, начиная от топливного кризиса. Я думаю, что этих кризисов будут с каждым месяцем у нас больше и больше. Поэтому мы видим, что стоят все проекты, ну или большинство, назовем так, справедливо говорить, что большинство застройщиков не строят и будут строить, в лучшем случае после окончания войны. И что произойдет с ними за это время? Банкротятся, уйдут с рынка, никто не знает. Это вопросов больше, чем на самом деле ответов. Так вот, смотрите, люди, которые инвестировали в первичный рынок гривневые средства, они понимали, насколько вырастет стоимость объекта недвижимости в долларах, они понимали сроки сдачи, ну там плюс-минус несколько месяцев, а вот теперь они понимали, что в итоге получат выгоду. А теперь они получили неопределенность. То есть когда деньги уже инвестированы, а когда получат, так сказать, квадратные метры, увидят объект недвижимости, который будет сдан в эксплуатацию, это неизвестно никому. Поэтому выгоде не приходится говорить. И в связи с этим я очередной раз говорю, друзья, первичный рынок пострадал наибольше всего. И больше вот я не хочу подлить, как оно называется. Мне часто в этом, ты, говорит, провоцируешь, говоришь достаточно резко, так вот каждый отвечает за то, что он делает. И вот мне хочется посмотреть, не посмотреть, а узнать, как чувствуют себя друзья, которые были посредниками, не буду называть там риэлторы, не риэлторы, посредники, которые предлагали своим клиентам выгодно вложить или инвестировать деньги в первичный рынок. При этом они же это делали не бесплатно. То есть хорошая такая поучительная история, когда вам оказывают услуги некие эксперты, в итоге вы получаете. И денег нет, и неизвестно, чем эта вся история закончится. Я это просто говорю, друзья, к чему? К тому, что кривичный рынок, он очень и очень был всегда токсичен. И с точки зрения инвестиций надо действительно было облагать достаточно большой информацией о компаниях-застройщиках, понимать, что происходит в экономике страны, Украине. А вот те, кто вам продавали свои услуги вместе с компаниями-застройщиками, они зачастую, мягко говоря, были непрофессионалы в том бизнесе, где они себя, так сказать, позиционировали. Ну ладно, бог с ними, не обижайтесь на меня, как те, которые продавали будущие квадратные метры, так и те, кто и инвестировал. Теперь о вторичном рынке. Вторичный рынок начал работать, но он будет тоже неактивен. Неактивен он будет по причине того, что во время войны... Вот я, правда, не могу себе представить адекватных людей, которые бы хотели продать очень дешево. Ну, люди, которые хотят купить, очень дешево, наверное, есть. Но нельзя недооценивать участников рынка. Поэтому как адекватный покупатель, так и продавец, они подождут, когда закончится эта история с войной. Безусловно, рынок вторичный не остановится, будут транзакции. Мы будем это наблюдать. Я буду записывать видео по результатам. Раз квартал Миньюз дает нам информацию о транзакциях на рынке, недвижимости, как живой, так и коммерческой. Я вам буду об этом рассказывать в своих видеороликах, естественно, с ссылкой на Миньюз. По стоимости квадратного метра на вторичном рынке мы также будем наблюдать, друзья, снижение, снижение, ну, мы говорили о срочных прогнозах, по крайней мере, до конца года. Итак, друзья, рассказал вроде все. Пришло время прощаться для того, чтобы вы могли знать, что происходит с рынком недвижимости. Вам необходимо что сделать правильно? Подписаться на мой канал. Вы также можете мне задавать вопросы. Можете там остро задавать вопросы. Единственное, что люди, которые пытаются как-то выяснять отношения, кто дурак, вы аргументируйте, пожалуйста, почему вы не являетесь таковыми. Я со своей стороны тоже с удовольствием могу это все проаргументировать, причем с цифрами. Поэтому, друзья, канал для очень небольшая, узкая фокус-группа, я называю людей, которые меня смотрят. Это видно по лайкам, видно по подписчикам. Но это люди, которые действительно имеют, профессионалы имеют отношение к рынку. То есть это сотрудники банков, которые работают в отделах рисков. Это оценщики, это, конечно же, риэлторы. Ну и, конечно же, покупатели или продавцы, которые имеют пытливый ум и хотят, в общем-то, понимать, что происходит с рынком недвижимости. Я даю такую возможность. Вы можете, смотря, так сказать, на статистические данные, которые я привожу, самостоятельно делать определенные выводы, что происходит с рынком недвижимости, независимо от того, что я вам говорю. Итак, друзья, на этой позитивной ноте заканчиваю свое видео. И до встречи в следующих моих видеороликах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!